Благослови, Душа моя Господа, Благослови, если Господь мой мир, Благослови, Душа моя Господа, И вся мудрения моя, и весь святой Его. Мир вам, братья и сестры! Сегодня мы будем говорить о молитве. Преподобный Силуан Афонский так объясняет молитву к Богу. Он говорит, что по аналогии с тем, как человек, если он кого-то любит, то он постоянно о предмете своей любви думает, постоянно хочет с ним общаться, находиться рядом с ним. Так точно и человек, который любит Бога, он постоянно помнит о Боге и хочет с ним общаться в молитве. Поэтому молитва является для каждого христианина показателем. который дает нам возможность понять, насколько сильно мы любим Бога. Если мы Богу молимся часто, то это значит, что мы любим Бога. Если мы Богу молимся редко, то значит, что мы Бога любим не совсем так, как надо было бы это делать. И частота молитвы на протяжении дня у людей бывает разной. Обычно христиане довольствуются тем, что совершают молитвенное правило, изложенное в молитвословии. Это утренние и вечерние молитвы. Многие христиане дополняют также это молитвенное правило другими молитвами по благословению своего духовника. Они спрашивают, чувствуют для своего сердца необходимость в увеличении молитв и договариваются о том, чтобы духовник благословил им еще некоторое молитвенное правило, состоящее, например, из чтения Псалтирии, Евангелия, канонов, Акафистов и других каких-либо молитв. Но когда святые отцы говорят нам о правиле и о том, чтобы христианин читал, использовал в своей жизни правила, то они говорят о том, что если христианину хочется действительно дополнять утренние и вечерние молитвы каким-то особенным правилом, тратить на это свое свободное время, то человек должен начинать с правила небольшого. Не так, чтобы он взялся за какое-то сразу большое правило, а затем спустя какое-то время, поняв, что он не может уже этого правила понести, он оставляет эту молитву и в конце концов это вызывает у него негативное отношение вообще к молитве, и он не хочет вообще молиться и забрасывает это дело. Вот чтобы этого не произошло, святые отцы советуют делать это постепенно, то есть начинать с небольшого молитвенного правила, постепенно его увеличивать. Для тех христиан, которые хотят, у которых есть такая возможность, которые горят любовью к Богу и хотят, чтобы их молитва была просторнее, была больше. Но также бывает и другая жизненная ситуация, когда люди загружены работой, у них нет совершенно свободного времени, семейные хлопоты, работа, еще какие-то жизненные проблемы, которые не оставляют им совершенно времени для молитвы. Для таких людей преподобный Серафим Саровский устанавливает очень простое молитвенное правило. Он советует таким людям выучить наизусть молитву «Отче наш», молитву «Богородица, Дева, радуйся» и символ веры. И вот эти молитвы читать на протяжении дня наизусть, где бы они ни находились, в каком бы состоянии они ни были, стоя, лежа или занимаясь какой-то работой, он, преподобный Серафим Саровский, советует делать так. Читать утром, проснувшись, три раза «Отче наш», три раза «Богородица, Дева, радуйся» и один раз «Символ веры», затем в обед это повторить и перед сном. И делать это можно везде, если знаешь эти молитвы наизусть, не помешает молиться Богу, можно молиться в любое время, в любой жизненной ситуации. Насколько бы сильно ты не устал, даже лежа, перед сном эти молитвы нужно обязательно прочесть, говорит преподобный Серафим Саровский. При этом он советует делать следующее. Вот когда мы утром помолились, и до обеда он советует читать непрерывно в уме Иисусову молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». А после обеда он советует дополнять эту молитву еще вставкой «Богородицею, помилуй мя грешного». То есть призывается еще в помощь молитвы Божией Матери. И таким образом Серафим Саровский говорит, что если христианин в своей жизни будет придерживаться этого правила, то Иисусова молитва станет для него путеводной звездой к небу, и он достигнет меры христианского совершенства. Преподобный Серафим обращается к мирянам, обращается к простым людям, которые живут обычной мирской жизнью, но он имеет своей целью достижение той самой любви к Богу, о которой мы говорили в начале нашей передачи. Эта любовь к Богу возгорается в сердце христианина. Чем чаще он вспоминает о Боге, чем больше он думает о Боге, чем больше он имеет в сердце страха Божия, тем больше в сердце этого христианина любви. Поэтому вот эта молитва, наиболее простая форма этой молитвы «Господи помилуй», то есть если по какой-то причине нам сложно совершать в нашей жизни эту молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», то есть простая форма «Господи помилуй», ее также непрерывно или часто, по возможности часто, каждый христианин может совершать в своей жизни с пользой для своей души. Мы говорили только что о молитве частной, личной, когда человек сам молится Богу. Но есть также молитва общественная, которая совершается в храмах при большом стечении народа. И если сравнивать личную молитву и общую молитву, общественную, то тогда, конечно, мы видим, что общественная молитва дает христианину намного больше благодати. И это можно сравнить с тем, как один человек пытается поднять большой груз, или когда много людей поднимают с легкостью этот груз. Так точно и в церкви молитва идет намного легче, христианину намного проще настроиться на молитву. Он слышит церковное пение, он видит множество икон, которые располагают его душу и сердце к молитву. Он слышит чтение Священного Писания и богослужебных текстов, и все это, конечно, ему помогает. Поэтому, как говорит в Евангелии Господь Иисус Христос, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И когда множество христиан в церковный праздник собирается в Храме Божием, то это совершенно несравнимые даже вещи. Личная молитва и молитва общественная. Поэтому христианам нужно стараться также обязательно посещать храмовые богослужения. И если в большие праздники приходят малоцерковные люди, невоцерковленные люди, посещают праздник Рождества Христова или на Пасху, они наполняют свою душу восторгом, радостью и большой благодатью и удивляются тому, почему же раньше они пропускали эти богослужения, почему раньше они не посещали Храм Божий. А церковь предлагает всем христианам посещение Храма Божьего не только в эти праздники Рождества и Пасхи, но существует также большое количество и других церковных великих праздников, которые христианин должен стараться посещать и наполнять душу свою благодатью. Также нужно вспомнить и о воскресном дне, что существует среди тех заповедей, которые все мы с вами знаем, это не убивай, не прелюбодействуй, не кради, что выше этих заповедей стоит заповедь «Чти день седьмой, шесть дней работай и совершай в них все дела твои, а день седьмой посвящай Господу Богу твоему». Это одна из десяти заповедей, которая напоминает нам о том, что для христиан, для нас с вами есть особый день в неделю, который мы должны стараться посещать Храм Божий. Это воскресный день. Иногда люди задают следующий вопрос. Мы знаем наизусть молитву Отче наш, мы читаем молитву по молитвослову, нам все это нравится, все это хорошо, но нам еще хотелось бы иногда помолиться Богу своими словами, чтобы слова шли от чистой сердца, от всей души, так как нам хочется помолиться, но мы не знаем, как это правильно сделать. И вот такие вопросы иногда задают священникам люди, которые приходят в храм. На этот вопрос существует ответ в священном предании нашей православной церкви. Так в Древнем Патереке повествуется о некоем подвижнике, который молился как раз с этим вопросом к Богу, как правильно молиться от всей души. И когда он молился об этом к Богу, ему явился ангел, посланный от Бога, и рассказал, как правильно совершать молитву Богу своими словами. Сначала нужно молитву начинать с благодарения Богу, после благодарения нужно каяться в своих грехах перед Богом, а затем после этого уже излагать свои прошения перед Богом. То есть мы видим в молитве три части. Молитву нужно начинать с благодарения, и если мы говорим о благодарении, то тоже может возникнуть вопрос, а как правильно благодарить. И святые отцы нам тоже говорят, что начинать нужно благодарить Бога прежде всего за то, что Бог нам дал эту жизнь, дал нам возможность жить на земле, радоваться, любить Бога, любить ближних. И кроме этого Он дал не только нам жизнь, но и все, что нужно нам для этой жизни. И кроме того, несмотря на наши грехи, Бог долго терпит о нас и устраивает наше спасение как промыслитель. Несмотря на то, что человечество отпало от Бога, Бог послал своего единственного Сына, который умирает ради любви к людям на кресте, искупляя грех Адама и всего человечества, и прокладывая всем людям дорогу к воскресению, сам воскрешая себя из мертвых. И поэтому, когда за вот эти величайшие благодеяния Бога, мы, конечно, должны Его благодарить. Если мы посмотрим на те молитвы, которые читает священнослужитель в служебнике во время совершения литургии, когда совершается таинство Евхаристии, а Евхаристия с греческого языка как раз и означает «благодарение», то в этих молитвах вспоминается как раз сотворение мира, видимого и невидимого. Вспоминается то, что человек отпал от Бога, и что для искупления человека был послан в мир Господь Иисус Христос, и то, какие Он страдания, заушения и поношения претерпел, и какую страшную крестную смерть Он претерпел ради любви к нам. Все это вспоминается на богослужении. То есть все вот это является для нас тем самым примером, как нам нужно благодарить Бога и за что Его нужно благодарить. Еще также святые отцы говорят нам о том, что большую пользу христианину приносит молитва во время скорби или болезни. Так преподобный Амвросий Оптинский советует в письмах, отвечая тем людям, которые просят его о помощи, и спрашивают, как им себя вести в болезни. Преподобный Амвросий Оптинский пишет о том, что молитва христианина в болезни благодарственная дает человеку благодать мученика. То есть это действительно великое дело благодарить, не роптать на Бога в болезни или в скорби, но наоборот благодарить Бога, молиться ему так, как это делал святой Иов Многострадальный, когда он находился больной проказой, лишившийся всего своего имущества, и все его дети погибли. И он, находясь в этой великой скорби, выслушивал поношение и порицание от своей родной супруги, которая говорила ему, «Похули Бога и, наконец, умри!» то он, счищая гной со своих ран, страдая в этой страшной болезни, он говорил, «Бог дал, Бог взял, буди имя Господне благословенно!» И вот это является для нас примером такой любви к Богу, настоящей молитвы к Богу в скорби, которая дает человеку огромную благодать. В молитве своими словами после благодарения Богу святой ангел посоветовал подвижнику каяться в своих грехах. И вот как правильно приносить перед Богом покаяние? Возникает следующий вопрос. Святые отцы на этот вопрос отвечают так, что Бог сам дает этот дар, дар покаяния. Нужно о нем молиться. То есть здесь такая происходит в молитве взаимосвязь. Именно покаяние зависит от нашей молитвы. Чем больше мы молимся Богу, тем больше нам Господь пробуждает нашу совесть. Чем больше христианин предстоит перед Богом, тем больше он испытывает страх перед Ним, тем больше он испытывает благоговение, тем больше он чувствует, как он оскорбляет величие Божие своими грехами и какое именно покаяние нужно приносить перед Богом в своих грехах. И поэтому Церковь нам также в начале, в первые дни подготовительные к Великому посту и потом в течение всего Великого поста существует такая известная молитва, которая поется в Церкви. Покаяние отверзими дверей жизнодавча. Мы молимся Богу, чтобы Он сам нам дал этот дар, чтобы мы принесли покаяние должным образом, покаялись в своих грехах и исправили свою жизнь. Но уже затем, после того, как мы поблагодарили Бога, покаялись в своих грехах, мы уже можем с благоговением, в страхе Божьем излагать перед Богом наши прошения, в том, что потребно для нашей души. Может быть, мы просим это для себя, может быть, мы молимся за своих родных и близких, может быть, еще какие-то люди просили нас о своих проблемах, чтобы мы за них помолились. Все это мы излагаем перед Богом, и Господь слышит наши молитвы и принимает их. Получается, братья и сестры, что святые отцы нам говорят о молитве как очень доступном средстве приобретения благодати Божией и нашего спасения. И начинать можно в любое время, в любом месте, в любом положении, сидя, лежа, стоя, работая. Самая простая молитва, Господи помилуй, которую мы можем срошать умом. Но начиная с малого и увеличивая, и учащая эту молитву к Богу, мы можем достигнуть действительно того, к чему нас призывает Церковь и о чем нам говорят святые отцы. Мы можем достигнуть христианского совершенства, мы можем достигнуть нашего спасения. Будем же, братья и сестры, не забывать о молитве и как можно чаще обращаться в ней к Богу. Благослови, душевная Господа, весь охотренея мое имя святой Его, благослови, благослови, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok